Итак, добрый день. Сегодня мы с вами создаем каркас нашего объекта в SketchUp. Изначально я рассказывал об импортировании файлов. Мы импортировали с вами, учились из автокадов SketchUp, из Revit SketchUp. Графическую картинку учились масштабировать. У нас ссылка будет сверху. Я пользуюсь автокадовским чертежом, который изначально я добавил, импортировал в SketchUp. Сейчас я очищал его от всего, что не нужно. В первую очередь, что я сделал? Выделил все слои, которые у нас импортировались вместе с самим чертежом из автокадов SketchUp. Они здесь были у нас в метках. Напоминаю, что метки у нас с вами называются те же самые слои. Просто с 20-й версии SketchUp слои стали метками. Далее что? Я сейчас... Ну, также у меня была стенка разделенная на утеплитель, облицовку. Я этим заниматься не буду. Мы с вами будем заниматься основным интерьером внутри нашего объекта. И научимся пользоваться различными родов визуализаторами. То есть мы будем с вами получать красивые футуристичные изображения дизайна нашего интерьера. И будем разрабатывать его собственноручно. На данный момент что мне необходимо? Я создам еще две дополнительные метки для начала, чтобы разбивать сразу чертеж и делать все правильно. В первую очередь метка чертеж. Чертеж. И следующая метка лестница. Да, утеплитель и облицовку мне она не нужна, поэтому по факту я ее просто... Прошу прощения. Откатываясь назад, я удалил те слои, которые я создал. Я выделю и удалю то, что мне не нужно. Утеплитель и облицовку. Итак, дальше что я сделаю? Выделю все линии моей лестницы. В данных об объекте перегоню ее в слой лестницы. И выключу на данный момент ее для отображения. Что я теперь сделаю? Но я могу поступить каким образом? Простым и сложным. В данном случае создать метку отдельно для перегородок. И уже потом в дальнейшем, чтобы их сразу же выполнять. Давайте так и сделаем. Сначала сделаем несущие стены, потом будем заниматься перегородками. Создам еще метку перегородки. Да, они у меня вместе с дверьми я буду добавлять. Я не буду выделять что-то в отдельности. Перегоняю их всех в перегородки. Чтобы было удобнее для отображения, я сразу же буду делать этот слой неактивным. Чтобы в дальнейшем не запутаться, чего я скрыл, чего еще не скрыл. Сориентирую свой объект, чтобы смотреть на него сверху. При помощи нажатия на shift и на колесико мышки буду переключаться между основными видами перегородки. Я вижу то, что часть линии у меня уже разрывается. Это так у меня импортировались из моего чертежа. Двери я не затрагиваю. Пускай они у меня останутся отдельными контурами. Перегородки. Но если где-то часть дверей попала, то ничего страшного в этом нет. Итак, что я теперь делаю. Создам еще один слой. Несущие. Чтобы в дальнейшем мне уже их перегонять в несущие элементы. Воспользуюсь построением линии. И начну замыкать необходимые мне контуры. Окна пока пропущу. Оставлю это, как сказать, на закуску. Здесь я вижу то, что у меня объединилась моя перегородка. Мне она не нужна. Удалю ее. Итак, окна. Удалю разделяющую линию. Мне она не потребуется. Удалю разделяющую линию. Мне она не потребуется. Да, изначально я еще разобрал сборку нашего чертежа, чтобы мне все слои почистить. Но об этом я говорил, опять же, в видео по импорту и экспорту. Итак, выдвинуть. Занимаемся несущими. Внешний контур. На 3 метра у меня поднимались мои стенки. Я поднял одну. И теперь уже, что я делаю в дальнейшем. Нажимаю на стенку и могу спокойно нажать на грань. Я вижу то, что у меня поднимается не та грань. Поэтому я буду перевернуть грани. То есть, что я делаю? Нажимаю на грань, которую необходимо поднять. Нажимаю на конечную точку уже поднятой грани, чтобы не запутаться и чтобы они у меня поднимались на одну высоту. Я мог ее вбивать на цифровой клавиатуре, но это будет немножко подольше. Окна наши. Тоже вижу то, что они перевернулись. В данном случае, почему она темного цвета, у меня перевернулась внутренняя и внешняя грань. Я ее переворачиваю и на 900 миллиметров поднимаю. Окна, стандартный подоконник, 900 миллиметров. Верхнюю часть я не трогаю пока. Что я делаю теперь? Удалю ненужные линии у моих граней окон, чтобы все смотрелось уже красиво и эстетично. Почищу от того, что мне не нужно. Чтобы ребра у меня лишний раз не разделялись. Я вижу то, что здесь у меня еще линии разделения моих плоскостей. Мы с вами замыкаем их в единый контур. Прошу прощения, откачусь назад. Откат назад точно так же. Ctrl Z. Удаляю ненужные линии, чтобы контуры у меня замкнулись. Вот таким вот образом. Теперь, что я сделаю? В данном случае, перегоню мои несущие стены, выделю все грани, в несущие данные об объекте, чтобы мне было проще уже с ними работать. И скрою, оставлю только ребра. Включу, активирую мои перегородки. Вижу ненужные мне линии сейчас на данный момент контура. Мы с вами будем делать качественно наш чертеж. То есть от и до прорабатывать. Сейчас я почищу после того, как подниму. Снова прямоугольниками воспользуюсь. Замкну необходимые контуры. Замыкаю необходимые контуры моих перегородочек. И что я сделаю? Подниму точно так же на 3 метра. Я вижу то, что грань у меня снова обратилась. То есть мне нужно перевернуть грань. Перевернуть. Их можно понять по цвету. Настройка цвета наших граней располагается в стилях. И вот оно. Давайте я поменяю цвет, чтобы он был ярко виден. Все грани, которые у меня уже перевернуты. Они автоматически у меня присвоились как перевернутая грань. К замкнутому уже контуру изначального основания нашего объекта. Ну а он уже выдавил по сути дела. И находится в основании. Переверну грань. Сразу же все. В принципе это выполнять не обязательно. Но это только эстетический такой факт. Перевернуть грани. И теперь подниму точно так же. 3000. Поднимаю необходимые мне элементы. От ненужных линий сейчас с вами постараемся избавиться. Если это будет возможно. Удалим вот эту линию, чтобы единый контур был. Удалим эту линию. Удалим линию открывания нашей двери на данный момент. Удалим линию разделения. На всех остальных случаях пока оставим так как есть. Итак, перегородки на данный момент можем выключить. Линии вспомогательные. Включим наши несущие. Посмотрим, что за линии контура у нас с вами подсвечиваются верхние. Это у нас края наших элементов основных. Мы с вами их затрагивать пока не будем. Вот у нас с вами получился основной каркас нашего объекта. Я потом могу сгладить ненужные мне элементы. Пускай они будут мягкие у нас. И часть могу вообще удалить. Следующее у нас, что с вами будет выполнено, это окна, двери. Будем вставлять. У нас с вами готов основной каркас по плану первого этажа. Прошу прощения, колонна. Я ее в отдельную группу сбивать не буду. Это у меня пойдет чисто колонна. Сейчас ее переверну. И подниму точно так же на высоту 3 метра. Вот моя колонна. Вот таким вот образом. Я вижу то, что у меня выделяются основные мои ребра. Если я их буду удалять, у меня будет пропадать моя стенка. Поэтому я их пока не затрагиваю. Это мой основной каркас по плану первого этажа. Сейчас будем добавлять окна. Прошу прощения, я вот здесь еще забыл линии разделения убрать. Мне они уже не нужны. Я знаю изначально, что подоконник. Окна, двери дальше. Если тебе понравилось это видео, ты знаешь, что нужно делать. Не забывайте подписываться. Это приятная вещь, когда ощущаешь, что ты полезен людям. И тебя смотрят люди. Тебя это настраивает, чтобы ты записывал уроки. Новые, новые, новые. Вот. Спасибо, что были тут. С наступающим Новым Годом. Дальше окна двери.